Ни на чем. Крым никогда всегда был, что называется, койко-места, и все, он так и останется, койко-места. А то, что для нас это второй Кавказ, так так оно и есть, 393 миллиарда рублей, вынутые из кармана россиян, и вкачаны в экономику Крыма, поэтому, в общем, причем большая часть это на референдум, так называемый, поэтому, в общем, освоение бюджета происходить будет, а про экономику Крыма там нет ничего физически, то, что было бы интересно с точки зрения экономики. Это всего лишь какая-то часть суши. И, соответственно, поскольку мы его аннексировали, в общем-то, у нас есть политика всех стран по отношению к нам. Собственно говоря, аннексию Крыма не признал никто. Собственно говоря, как и Осетию и далее везде, мы осознанно и последовательно ведем самоизоляцию. Мы молодцы. Выслушав мнение Дмитрия Потапенко про Крым, как крымчанин хотел бы ответить. То, что для Дмитрия Крым не более чем спальное место, говорит о его мещанском мировоззрении. И о том, что Дмитрий, в принципе, не знает ничего про Крым. Ну, или не хочет знать. Я бы мог предложить Дмитрию приехать в Крым и посмотреть все своими глазами, но уверен, что он откажется. Дело в том, что сейчас Крым такое уникальное место на земле, куда приезжают свободные, здравомыслящие, патриотически настроенные люди. А такие, как Дмитрий Потапенко, сюда не приезжают. Причем по собственному желанию. Ну и слава Богу. Что же касается нашего референдума, то Дмитрию все же придется смирить свое всеповлощающее эго и признать, что референдум в Крыму состоялся, даже несмотря на тот факт, что господина Потапенко на нем не было. Спасибо.